Левада заявила, организация по подсчету чего-то где-то, социологическая группа, которая называется Левада, заявила, что рейтинг Путина у молодежи упал за год почти в два раза. У него среди молодежи был какой-то рейтинг, был полпроцента, стал 0,25 что ли. Президенту Путина доверяют 58% россиян. Это общественное мнение заявляет. Только что говорили 62, теперь же 58. Никто ему ни хера не доверяет. Кто может такому мудаку доверять? Доверяют. Минстрой придрёк российским субъектам рост цен на жильё. Я даже и не сомневаюсь, если бы он придрёк падение цен на жильё. Цена квадратного метра будет почти 50 тысяч. 49,173. Минтруд предложил упростить порядок установления первичной инвалидности. Но если что-то упрощают, значит это будет так сложно. В Госдуме предрекли Приднестровью судьбу Донбасса не будет. Там уже было всё. Там уже было то, что случилось в Донбассе, там в Приднестровье случилось в 90-е годы. Поэтому ничего этого не будет. Пусть там в этой Госдуме успокоятся. Не дождутся они. Я представляю, сколько людей в Приднестровье сейчас всё поняли. Вот кто-нибудь из Приднестровья здесь слушает нас? Напишите, пожалуйста. И напишите, как вы относитесь к идее того, что у вас будет ДНР и ЛНР. Ну, понятно, что у вас ДНР и ЛНР уже случилось там, кстати, в более лайтовом варианте в 90-е годы. Но всё равно. Так, власти Чечни заявили о бессилии США перед Кадыровым. Ну, это же верно. Представляете, вот если бы Чечня не входила в состав РФ, у которой есть ядерное оружие, что бы было с Кадыровым? Знаете, ну, прилетел бы беспилотник и хлопнул бы его, и всё. И всё б бессилие мне сразу же ушло. Ну, вот то, что Чечня формально считается в составе России, очень здорово защищает Кадырова от беспилотников. Продолжение следует...